Заглянем в прошлое Орска. Давайте посмотрим, какие темы и проблемы волновали жителей города несколько лет назад. Архивные материалы наших журналистов сегодня особенно любопытно смотреть. И вот один из таких сюжетов. У дельтаплана есть трапеция, труба, которая непосредственно перемещением трапеции происходит управление крылом. И за счет этого дельтаплана совершает в отдыхе эволюции. Желание, немного денег и диплом инженера-авиаконструктора – вот и все, что нужно для создания личного самолета. По словам Андрея Анашкина, это под силу не каждому, но многим. В далеких 80-х годах он, тогда еще студент Самарского авиационного института, начал работу над чертежами одноместного мотоплана. Тогда еще не было ни времени, ни условий для полного отдачи любимому делу. Ну а для чего существуют гидромотоциклы, допустим, или снегоходы? Они существуют для человека, который получает с помощью их какой-то драйв, какой-то адреналин и так далее. Я думаю, в этой ситуации это будет примерно то же самое. Машина в разобранном состоянии проделала долгий путь из Самары-Ворск, где и обосновалась на станции юных техников Ленинского района. На помощь Андрею пришли ребята из авиамодельного клуба. То есть сюда ходят ребята, они смотрят за этим, им интересно, они мне очень много помогали в строительстве самолетов. И я думаю, что кто-то из них вполне способен на то, чтобы повторить мою конструкцию и придумать свое что-то новое. Я думаю, он для многих людей был хорошей такой отправной точкой, и я думаю, что поможет в будущем. Спустя почти 20 лет самолет готов подняться в воздух. Осталась лишь покраска и пара технических мелочей. Уже в августе он будет готов принять участие в празднике ко дню авиации. Мотоплан покинет помещение через окно, то есть стартует буквально с подоконника.